Пятый канал представляет Ну что ж, дорогие молодожены Даша и Богдан Дорогие гости, благодарю вас за этот теплый отклик, спасибо огромное Но сейчас я хотел бы поднять тост за человека, без которого этот чудесный день никогда бы не настал За отца нашей дорогой невесты Петр Лаврентьевич, вы для меня тоже своего рода крестный отец Вы меня давно знаете и верите в меня И я безумно благодарен вам за ту оказанную честь вести свадьбу вашей дочери Даши Которую я знаю уже много лет Спасибо Спасибо, Серёж Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Кто звонил? Да так, незнакомый номер. Потом призвоним. Дашка, Даш, я... Вася, ты что, до сих пор так ничего и не понял? Я замужем. Даш, не бросай трубку. Дай мне два слова сказать. Я просто хочу тебя поздравить. Ты можешь на улицу выйти? Я подарю тебе букет и сразу же уеду. Обещаю, ты меня больше не увидишь. Я никуда выходить не собираюсь. И не надо мне больше звонить. Ладно, как знаешь. Я хотел по-хорошему. Да пошел ты! Че, опять этот названил? Да задолбал! Фига он тебя довел, ты ж вся красная. Ладно, не переживайте так. Он сам идет и не понял, кого потерял. Даша, вы же Даша? Да. Ага, это вам. Спасибо. Вы вообще кто? Мы друзья Богдана. Мы с ним вместе в Москве учились. В общем, он как в Питер уехал пять лет назад, мы так и не виделись. И тут Гарик в соцсети узнал, что Богдан женится. Вот мы решили сюрприз ему сделать. Так пойдемте, Богдан в зале. Девчонки, слушайте, а невесту похищали уже? О! Нет, еще. Так давайте устроим. А? А давайте. Ха-ха-ха. Как в целом-то жизнь Петра Лаврентьевича? Да у меня все отлично. Ты же знаешь, я без дела сидеть не могу. Сейчас вот из Карелии приехал, церковь там восстанавливать будем. А еще вот с детским домом проблемы нарисовалось. Тоже помочь надо. Я же не могу их бросить. Хорошее дело делаешь, Петр Лаврентьевич. А я вот все думаю, для кого я это делаю. И все больше понимаю, что для себя. Много всего плохого в молодости сделал. А теперь вот душу спасти хочу. Знаешь, детям так какая разница. Главное, что ты им помогаешь. Тоже верно. Хороший ты человек, Сангл. Вот ни разу не пожалел, что именно ты мою Дашку крестил. Дай Бог здоровья. Спасибо, дорогой. Богдан, а где Дашка-то? Что, Богданчик, невесту украли? Ребята, может, не надо так далеко уезжать-то? Да нормально все, не парься. Как же он не найдет? А он тебя не найдет? Помогите! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло, ты уже по мне соскучился. Я тоже по тебе соскучился. Да, нет, нет, я не занял. Конечно, не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы без меня справитесь, а? Я такая группа поддержки на дафтпамп похожая. Леня, ты дебил. Вали отсюда. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Спасибо. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Значит так, жену за границу отправил, к его родственникам охрана представлена. Все остальные вопросы закрыл, вроде ничего не забыл. Да. Нет. Нет, не нашли еще. Спасибо. Спасибо вам. Кто звонил? Да, это ведущий наш, Тамада, в продажу спросил. Понятно. Ну что, кум, будем разбираться? Какая шавка меня укусить пытается? Думай, дорогой. Кому ты дорогу перешел? Или он? Да нет, он не при делах. Меня, меня нагнуть хотят. Наверное, должны звонить. Денег требовать. Да хоть бы кто-то уже позвонил. Только бы с Дашкой ничего не сделали. Петр Лаврентьевич, может, все-таки в полицию заявление подать? Какая к чертовой матери полиция? Ты вообще чем думаешь? Ты когда к мне там-то обращался? Они все, что умеют, это бабло грести. Даже если впишутся, только все испортят. Ну, бывают и толковые люди. Ага. А где их искать, толковых-то? Так может, я тогда сам в полицию схожу? Сиди уже, схожу. Все, привыкли на других рассчитывать. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Ладно, пока сидим, дела не делаются. Поеду я. Попробую что-нибудь придумать. Давай, дорогой. Варя, я должен с тобой серьезно поговорить. И о чем же? Я вчера был у врача. Варя, я серьезно болен. И чем же? Я не сплю по ночам и все время думаю о тебе. Я болен тобой, Варя. Я даже по этому поводу стихи написал. Хочешь, прочитаю? Ну, конечно. О девушке в платье в горошек. Пишу я стихи по ночам, люблю я ее невозможно, грущу по зеленым ночам. Я разные рифмы рифмую. Любовь, морковь, свет и бред. И только словам типа, а дальше там немножко нецензурно. В общем, таким словам в любви места нет. Лень, наверное, тебе не надо писать стихи. Ты и так замечательный. Думаешь? Да мне все время так говорят. У меня большой потенциал. Это я уже успела почувствовать. Варя, я люблю тебя. Я. Я все готов для тебя сделать. Даже жениться? Ну, тут такое дело. Короче говоря, ты можешь внятно объяснить, что ты хочешь? Да. Невесту со свадьбы украли. Угу. Ты сегодня с Лавровым не общался? А то он плохо на тебя влияет. При чем тут Лавров? Невесту совсем украли со свадьбы. Вот, значит, как. Ага. Давно украли. Надо что-то делать. Надо заявление писать от родственников. У меня отец заявление писать не будет. Ну, а тогда как? На каком основании мы его будем искать? Я не знаю. Меня попросили помочь. Я не знаю, как. Угу. Ну, так ты возьми и сам заявление напиши. Понимаешь ли. Ага. Доброе утро, Варя. Доброе утро, Юра. О, Юра как раз. Молодца и зверь. Так. Угу. До свидания. Вот. На. Срочно займись. Так. Иван Васильевич, ну у меня же задержаны. Ну ты это, ну не знаю. Ну отдай его дежурному следаку. Пусть оформляет. А Лавров, кстати, где? Да. Ага. Я? Ты где был? Удовлетворял свои физиологические потребности. Лавров, избавь меня от этих подробностей, а? Вы спросили, я ответил. Ну что, Джигид, давай рассказывай, как замышлял, как похищал. Ты чего совсем? Ну а что, ты сам говорил, что отец запретил обращаться в полицию всем, кто был на свадьбе? А ты единственный заявил. Поэтому, как говорится, когито эрго сум. Ищи, кому выгодно. Вообще-то это не так переводится. Это точно не про тебя. Юль, какая ты у меня умная. Я знаю, что не так переводится. Не понял шутку, считай калека. Ну-ну. В общем, на записях с камер видеонаблюдения ничего интересного. Похоже, наши злодеи хорошо изучили здание. А что нам делать дальше, о мудрейший из мудрейших? Похоже, все-таки придется переговорить с ее отцом. Ведь после такого похитители должны позвонить и что-то потребовать. Да не скажет он ничего. Он сам в таком состоянии, что лучше его не трогать. Ладно. Можем своими силами попробовать. Можем телефон его на прослушку поставить. У тебя есть его номер? Могу узнать. Давай. Алло. Барев. Ахмур. А-а-а, Арахос. Пахана. Номер пришли. Ты вот мне скажи, ты-то куда смотрел, а? Да она с Леной вышла со свидетельницей. Ну я-то откуда знал? Откуда-откуда? От верблюда. Я тебе свою дочь доверил, а ты? Что ты вообще по жизни можешь, а, программист? По клавиатуре пальцами стучать? Что она в тебя нашла, не понимаю. Васька у него был хороший парень. Хоть и дед Доновский. У него же стержень был, понимаешь, стержень. Ну ты сейчас за Дашку уже носом землю рыл. Куда пошел? В землю рыть? Соплят. Никакого уважения. Слушаю. Если вы хотите увидеть свою дочь живой, вы должны привести выкуп. Сегодня ночью. Ты кто такой, урод? Не буди денег, я ее убью. Сколько ты хочешь? Миллион долларов. Я все привез. Хорошо. Надеюсь, ты не привез с собой ментов. Иначе… Нет, нет. Я один. Где Даша? Оставляй деньги и уезжай. Через час я скину тебе координаты. Нет, так не пойдет. Я должен вначале убедиться, что моя дочь жива. У тебя нет выбора. Условия здесь ставлю я. Эй, вы кто такие? Эй, да не трогайте меня! Руки! Руки уберите! Да куда… Куда… Куда вы меня тащите? Куда… Давай. Куда… А что происходит? Да все в порядке. Мы из полиции. Петр Лавленович, это какое-то недоразумение. Это ты недоразумение. Только не по лицу. Ну что, артист больших и малых, давай исполняй. Не тяни кота за тестикулы. Да я не знаю, где она. Я просто хотел немного заработать. У него деньги денег, как у дурака фантиков. А я на этих свадьбах копейки зарабатываю. Теперь еще пластику делают. Вот куда я теперь с таким лицом-то, а? Туда, куда ты сейчас поедешь, можно выступать и с таким лицом. Там любят самодеятельность. Куда? Я же ничего не сделал. Петр Лаврентьевич, ну пожалуйста, скажите им. Вы же меня давно знаете. Твай. Петр Лаврентьевич, а вы как бы, ну, держите нас в курсе дела. Вдруг вам позвонят. Не надо лезть в мои дела. Я сам во всем разберусь. Большой человек. Очень большой. Спартак, дорогой. Расскажи, как так получилось, а? Петр Лаврентьевич мне звонил, нервничал очень. Полиция откуда все знает? Я не знаю. Сам с ним занимаюсь. Сам, говоришь? Сам. Молодец какой. Пап, ну что ты опять? Давайте спокойно поужинаем, а потом уже поговорим. Тоже верно, дочка. Давайте покушаем. По-семейному. О, какая красота. Дочка, поухаживай за папой. Наливай, брат. Наливай, брат. Что ты сделал? Так, пойдемте ко мне в кабинет, там все расскажете. Угу. Ну и что же за срочное дело? Слушай, Люба, мне нужна твоя консультация. Ну и? Ты меня всегда понимала. Как, как сделать девушке предложение, чтобы все по правилам было? Неожиданно. Просто у нас с тобой все как-то легко было, как по маслу. Почти-то расписались. Ну а тут, тут другое дело, тут особый случай. Ну и что ты хочешь узнать? Купи ей кольцо, цветы, строй романтический вечер при свечах. И все? Можешь еще и романс пить в подокон. Нет, романс не для меня. Тем более, это как-то банально. Она у меня молодая, романтичная. Ну тогда только корабль с алыми парусами. Оригинально. Слушай, только я боюсь, по деньгам не потяну. Я тебе в долг дам. Блин, какая ты у меня крутая вообще. Сейчас. Да, да, да. Почему ты мне звонишь всегда не вовремя, а? Леоня, есть новости по похищению, срочно приезжай. Хорошо, сейчас, все, давай. Слушай, спасибо тебе большое. Слушай, ну если ты что-нибудь придумаешь, убери меня. Конечно, Лень. Тебе чего надо, дебил? Дашка где? Дашка? Что с ней случилось? Парни, спокойно, спокойно, парни. Парни, спокойно, спокойно, парни. На землю, ствол! На землю, быстро! Парни! Ты как его? Не, ну нормально вообще, а? Я, между прочим, девушке предложение должен был сделать. Сегодня. А вот и устроили, казаки-разбойники. У тебя разрешение на травмат есть? Я думал, это он Дашку украл. Ей на свадьбе кто-то названивал постоянно на телефон. Ну, я решил номер пробить. Понятно. Что ты у ресторана делал? Поздравить я ее хотел. Цветы подарить, извиниться. Она меня до сих пор простить не может. За что? Ну, мы встречались раньше. Я думал, на все срастется. Машину взял в кредит, типа, чтоб соответствовать. А потом понял, зачем я ей нужен. Где я, а где она? Я-то дедомовский. А у нее отец вон какой. Крутой. Да, что-то мне это напоминает. Есть у меня один знакомый. У него тесть Ого-го. А он все равно мой знакомый. Не теряет надежды. Да, да. У меня тоже есть такое. Как выяснилось тут, собрался жениться. Я вот посмотрю, надолго ли его хватит. Ай. Юль, ну не Рим. В моем сердце только ты. Может я пойду? Ташку искать надо. Куда ты пойдешь? Сидите оба. Расписывайте ваш день поминутно. Давайте берем листочки и пишем. Римма, я делаю все, что могу. Поверь мне. Петя, я тоже тут с ума схожу. А ты не звонишь. Может я все-таки вернусь? Римма, нет. Не надо сейчас приезжать. Еще не хватало, чтобы они тебя тоже... Прости, я уверен, что с Дашей все в порядке. Солнце, давай думай, что все будет хорошо, а? Что? Что случилось? Ничего. Все нормально. Я тебе перезвоню. Петр Лаврентьевич, мое почтение. Завтра у тебя с утра важная встреча. Надеюсь, ты примешь правильное решение. В этом случае я верну твою дочь в целости и сохранности. Если же нет, тоже верну. Но целость не гарантирую. Кто прислал, знаете? Да Колесников. Больше некому, падла. Знаю такого. А что вы с ним не поделили-то? Да этот урод на мой детский дом глаз положил. Точнее, на землю под ним. Здание хочешь снести, а на этом месте очередной свой гипермаркет поставить. Расширяется, значит? Да куда ему уже расширяться? Харю отрастил в телевизор не влезает. Я ему сначала все на пальцах объяснил. Я этот детдом курирую, поэтому сносить ничего не дам. Ну, возможности у меня есть, он это знает. Но только эта тварь напрямую к вице-губернатору пошла. И начал ему в уши лить. Мол, здание в аварийном состоянии, капиталку делать невыгодно, проще снести. А детей надо по другим приютам распихать, где типа условия получше. А с детьми так нельзя! Я завтра утром в администрацию еду. Как раз по этому поводу. Они решили мое мнение узнать как главного спонсора. Вот Колесников под это дело все и провернул с моей Дашкой. Понятно теперь. Прижал он меня в рот. Ах, жаль сейчас не 90-е. Да я бы ему лично все внутренности вырвал, под асфальт закатал. Ну, нельзя так. Грех. Я бы все равно все кишки вырвал, жрать заставлю. Что делать-то, Самвел? Слушай, дорогой. Делай так, как тебе твое сердце рассказывает. Свадьба летом, это уже через месяц. Мне ресторан нужно искать. О, у Малькова же был этот друг его, хозяин ресторана. Все, ресторан есть. Ах, Малькова придется звать мне. Еще свидетель нужен. Ты, Юля, не подходишь, сразу говорю. Почему? Ну, какой из мента свидетель? Сам подумай. Тем более, ты будешь сидеть с кислым лицом. Нет. О, а я вас как раз ищу. В кабинете вас нет, нигде вас нет. А тебя здороваться не учили? Здрасте. Здрасте. Это. Я узнал, почему девушку украли и кто это сделал. Надо ехать арестовывать. Нет, так не пойдет. Его с поличным нужно брать. Какой поличный? Девочка одна. Ну ее же убить могут. Ну поехали, а. Подожди, Спартака, ты женат? Да. Леня, нет. Юра, да. В смысле? Петр Лаврентьевич, вы знаете, я к вам с большим уважением отношусь. Все-таки вы много для города делаете. Поэтому решил узнать ваше мнение. Петр Лаврентьевич, ну давай уже, вещай. Мы тут все люди заняты. Ну, значит, во-первых, конечно, здание действительно уже старое. Во-вторых, наверное, детям в новых условиях будет лучше. Ну и в-третьих, в новой гипермаркете в этом районе идея хорошая. Только шиш ты у меня получишь. Петр Лаврентьевич, давайте обойдемся без оскорблений. А вам я так скажу. Если разрешение на снос здания подпишете, я сам лично поеду в Москву. Вы в курсе, у меня там есть к кому обратиться. Ну вот, вроде все и сказал, что я думаю по этому вопросу. Всего доброго. Ну, сами понимаете, не прислушаться к его мнению я не могу. Ладно, что там, ясно. Пойду я, не буду задерживать. До свидания. Это я. В общем, не договорились. Так что действуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну че, бросается? Иди сюда. Сейчас я тебя еще красивее сделаю. Не понял? А ты кто? Фу, успокоиться. Все в порядке? О, бары здесь. Спартак где? Слушай, дорогой, я в тебе не сомневался. Все-таки моя дочь правильный выбор сделала, чтоб тебе замуж вышла. Как, кстати, у Зары дела? Да, нормально, дома. Ну и хорошо. Артурик. А это что? А это передай тем людям, которые все, ну, помогли тебе сделать. Давай. Все будет хорошо. О, привет. Привет, любимая. Спасибо. А это от кого? Это от одного твоего старого знакомого. Как твоя рука? Да нормально. Ладно, молодежь, я пойду. Смотри мне, береги ее, программист. Поехали. 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 Поехали у владельца, проверили передвижение машины и выяснили, где могут держать похищенную. Дальше нашли ее, доставили в больницу, позвонили отцу, ну и устроили небольшой спектакль. Ага. Ну что? Молодцы. Молодцы, значит. А напарник твой где? Да. Лавров. Ну? В ЗАГСе. Интересно. А что случилось? Убили кого или кража? Нет. Жениться собрался, заявление подает. Вот, значит как. Ну, чем бы дитя не тешилось. Ну, ладно тебе, Саша, не начинай. Может, человек остепенится, за ум возьмется. Совет да любовь, только мозгов от этого вряд ли прибавится. Да. Алло, Варь. Я, конечно, понимаю, что жених не должен до свадьбы видеть невесту, но не до такой же степени. Где? Лень, прости, я не приду. Я тут подумала, извини, но ты не очень перспективный вариант. Мужик. Вот для тебя. Чистого сердца, брат. Чистого сердца, брат. Я не перспективный вариант. Ну, зато у тебя большой потенциал. Люба. Ну, что ты хочешь от меня услышать? Не переживай, все будет хорошо. Найдешь себе новую жену, лучше старой. Я не понимаю, почему все женщины такие? Ну, кроме тебя, конечно. Леня, ответь себе честно на вопрос, кого ты ищешь? Женщину, с которой ты вместе пойдешь по жизни или просто почитательницу твоих многочисленных талантов? А в чем разница? Вот, когда ты поймешь, тогда и найдешь, что, что тебе нужно. Мне надо все это обдумать. Ладно, я пойду. Звони, если что. Если что? Если тебе снова понадобится моя консультация. Я тоже тебя люблю. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Симон»!